всем приветули мы сегодня поедем в ботанический сад и будем смотреть там растения гулять там очень много прикольных всяких необычных растений которых мы не знаем вот так что решили туда съесть погулять и потом вечером съесть еще на еще одни природные бассейны потому что те на которых мы были вчера но они какие-то грустные мы не прониклись решили посмотреть что тут есть еще и в ближайшие дни во вторник если у нас получится то мы хотим съездить на банановую плантацию на экскурсию и посмотреть как это все выглядит там хочу сделать одну ремарочку меня попросили в комментариях снять обзоры цены на жилье здесь на канарах на тенерифа но я это делать не буду потому что во первых мы живем в апартаментах наших друзей они нам любезно дали ключи сказали живите пожалуйста отдыхайте вот друг ника глеб семьей живет в большом отеле семейный номер они там живут их пять человек мама папа трое детей и няня вот поэтому для обычного путешественника это будет тоже не очень информативно вот что могу сказать когда мы смотрели жилье еще до того как нам предоставили ключи от апартаментов стоимость номера на двоих но такой обычный стандартный номер не первая линия около океана нет это чуть-чуть подальше стоило примерно 100 евро в сутки поэтому вот на такую цену можно ориентироваться плюс что надо сказать здесь нужно обязательно брать машину то что на машине мы ездим каждый день если нет машины то история с путешествиями она усложняется нужно брать билеты на экскурсию как-то ее искать подстраиваться под автобус под толпы людей машина обошла 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 обошлась нам 180 евро прокат на неделю opel corso ну плюс бензин бензин здесь стоит дешевле чем в европе он стоит 1 и 2 евро очень 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 выгодная опция брать машину и кататься на машине на прокат но машина у нас тоже надо оговориться машина у нас на механике на автомате она будет наверное стоить наверное подороже наверное 200 евро на неделю в общем совет такой а по поводу апартаментов снимайте какие вам больше нравятся ну ладно мы ждем глеба с сыном и едем на экскурсию в ботанический сад вот такой у нас автомобиль opel corso мы изначально бронировали просто а-класс и ориентировались на fiat маленький самый у них но его как обычно не было потому что ты бронируешь класс а не конкретный автомобиль и вот сколько я не брала машины в прокат всегда всегда дают не то что ты бронируешь на сайте в том же классе за редким исключением но другой автомобиль в общем такой у нас свеженький корсо у него везде камеры обтыканы то есть когда паркуешься у него 360 и даже сверху градусов осмотр брали вот это сикар бронировали на сайте так что рекомендую вроде как это прям очень хорошая контора одна наверное из таких самых известных и поэтому мы решили тоже ею воспользоваться вот обратите внимание вдалеке это не облака это остров лагомера прям остров гомерчика симпсона в тридцати девяти километров от тенерифа туда ходят паром а можно прямо сесть на машине и на пароме туда съездить и посмотреть другой остров вот и так плюс минус вот такой вид с парковки отеля вниз то есть это тоже не первая линия да и в принципе тут особо так и не нужно на первой линии тусоваться потому что сейчас нас апрель уже конец марта начало апреля океан не супер теплый то есть мы купаемся конечно как же как же иначе то вот но в принципе океан не супер теплые я думаю что если кто-то поедет с детьми то будут скорее купаться в бассейне чем в океане просто потому что холодно вот поэтому вот кстати тут видно там большое в гостинице бассейн и народ там тусуются вот так что тут в принципе в каждом отеле есть бассейн наверное у глеба тут тоже есть просто в зоне видимости его нету поэтому пиццерия погони она такая вся классная раскрашена бен венитас добро пожаловать как круто булочки-можечки как здесь все красиво боже мой тут просто невероятно красиво да тут надо поесть попить покайфовать боже мой залите какая красота случайно заехали просто потому что святику захотелось сбросить балласт анжелина джоли узнаю остальных нет все а пицца готова все проделали уена пицца пино гриджо дведна тебя как год ух ты раскроет так и здесь уже мил флоры с риоха это ух и и а и и И по серпантину мы едем вот так вниз, и он очень длинный, прям до моря получается, ведет серпантин, ну почти до моря. Блин, интересно тут это. Внизу плоская такая зеленая. Да, все офигенски. Мы только не можем понять, что вот это вот такое. Там как будто на холме какой-то резервуар, космодром, резервуар с водой, непонятно. А вот тут какие-то бомбические мохнатые горы. Вот и вон они поехали. Едем просто в джунглях практически. Написает на дорогах. Написает на свете. Это круто. И вот он. И вот он кит. И это его скелет. Охренеть! Вот это бандурина. Огромная бандурина. Настоящий живой скелет китан. Кит был женский. Судя по-настоящему весил 27 тонн и был 17 метров длиной. Вот тут и информация об этой самке кита. То есть это не пластик, это настоящий скелет кита. И обалдеть. И он их стоит. Какой маленький по сравнению с мордой скелета. Какого была она мера еще с мясом, это вообще страх представить можно. Слушайте, посмотрите какая красота. Здесь сильный, сильный, сильный ветер. И как я сейчас одет, прям продувает. Хочется надеть что-то длинное. Вал, посмотрите какие помны. Это просто бомбак! Вот они, эти природные бассейны. И вчера мы ходили, они выглядели как-то грустненько. Здесь они выглядят очень даже бодро. Их вот тут два. Но ветер такой, что купаться совсем не хочется. Обалдеть! Слушайте, океан вообще прям... Ух! Пена, пена бешеная. Боже, это такая мощь! Я уже в каком-то нереальном восторге. Это очень красиво. Вы можете смотреть бесконечно. Чарк вблизи. Ну, не прикольно. Ну, холодно как-то, да? Вот не хочется осужаться. Ну, холодно и жопой все камни соберешь. Да, как-то не хочется купаться в этом природном бассейнчике. Здесь можно в этих лапочках? А, в этих лапочках. В рифовых лапочках? Можно в этих лапочках. Можно, да. Но нет. Но красиво. Наверное, если он тихий и без ветра, наверное, прям кайфно. Тепленькая. Водой больше заполняется. Может быть там. Может быть там. Я не думала, что это должно быть. Я еще на карте. Наверное, да. Чой, соль? Водник нашел кусочек соли. Соль? Что? Очень соленая. Как соль, да? Соль. Соль, соль, соль. Хорошая. Чтобы картошечку канарскую делать специально. Это выглядит очень прикольно. Соль. 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 В океане. И ждешь, когда 33 богатыря выйдут. Соль. 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 Горы. Пики. Пикини высоких горишек. Это, конечно, потрясающе смотрится. Здесь можно прям, легко снимать. Там Дом Дракона. Историю Дома Даргариенов. Ну, или что-то в этом роде. По мотивам Игры Престолов. Не вопрос все это снимать И когда видишь вот такое волнение Понимаешь, что почему деревянные корабли-то разбивались Не потому что дурачки, а просто к таким берегам невозможно подойти И понятно, почему забоеватели, когда пришли на эти острова Около 50 лет не могли завоевать Потому что подойти сложно, климат прекрасный Благодаря прекрасному климату тут каждый вершок, каждый корешок съедобный Вот, поэтому 50 лет было сопротивление И не сдавались островитяне Приехали в небольшой городок Перед главной достопримечательностью считается древнейший Платан Которому я вот сейчас не помню сколько лет В общем, он 30 метров в высоту и 20 метров в ширину И через него есть проход насквозь В общем, мы сейчас до него дойдем И будем его созерцать А тут вот на севере прям цивильные всякие И церковь, пожалуйста, есть Крутэйшн Крутэйшн Ух ты! На юге такого нету Вот он Видимо, на севере жили, развивали его А на юге прям туристическая была часть Где они отдыхали Потому что там прям сухость Боже мой, какой красивый подсвечник Обалдеть! А тут, смотрите У Иисуса бархатные с золотом одеяния Обалдеть! Круто сделано Очень красиво Боже мой, какой красивый подсвечник Слушайте, я что-то не припомню Что где-то я видела фигурки Вот так вот фигурки людей Которые что-то символизируют Вот, ну как бы распятие Иисуса Понятное дело, само собой Но вот такие фигурки Вот тоже получается Их тут несколько Вот, тут вон и Дева Мария с Иисусом И какие-то, видимо, апостолы Я, честно говоря, не очень разбираюсь В библии Библии, библейской истории Мифологии Как правильно назвать Поэтому не знаю, что это означает Все Вот это что? Не знаю А тут, смотрите Какие-то, видимо, распятия иконы Закрыто темным Что бы это не значило Вау Тоже в бархате и в черном Сиреневый 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 цвет Папа Римского Черный цвет Траура Белое Возрождение Здесь красный и зеленый Что в церкви, значит, он Не имею ни малейшего понятия Вообще очень красиво Здесь он на Ослике Вот прям Очень прикольно Север мне нравится визуально То есть Ветра здесь, конечно, на океане бешеные Но с точки зрения Застройки Застройка Красивая Мне кажется, она направо Да, пойдем с вами Я помню, что проезжали Мамма миа 120 метров Две минуты Куда? В какую сторону-то? Мы не можем никак найти Огромное дерево Которое 30 метров высотой Мы его не видим И быстрее найдете А то мы не дойдем А вдруг его закроют? Вот оно дерево Отсюда, кстати, классно видно Да А ты говорил, что оно 20 метров в ширину Это крона, значит Я думала, у него ствол 20 метров Как написано Да Короче, билеты в парк Стоят 5 евро Для взрослого Все Хотя на сайте написано, что 3 На сайте написано, что 3 Но 3 это вроде как для пенсионера Вот он, огромный полотон Парк Дель Драго Видеогид В общем, по уточненным данным Дерево больше тысячи лет Высота 20 метров А 10 метров Это периметр ствола То есть не диаметр А периметр ствола Вот оно вот такое Драконовое дерево Интересно Слушайте, вот эти деревья Драго Похоже какой-то вид Дерево Драцены Который вот Потому что Тут даже написано Драцена Драку Эндемик Она даже похожа на Драцена, только такую жирненькую С куцами-листиками Надо вообще загуглить Но, наверное, да Наверное, это какой-то Видишь, эндемик То есть прорастает только в этих местах Да, да Поэтому, видимо, наверное, какой-то, да, вид Драцена Ну, видимо, они вот такие Как бы вырастают еще нормально А вот как огромные Огромные нет Поэтому ему тысячу лет И он так охраняет Да, но вот этот платан Драцена Не похоже У него получаются вот это все не веточки Это стволы Их там 300 или 400 И вроде как внутрь дерева Воткнули вентилятор Чтобы там не образовывалось плесень В общем, он всячески старается Оживить и продлить ему жизнь Да, однако А мы тут ходим и бродим И ходим и бродим И ходим и бродим Каждому свое Ник сразу понял, где винодельня Так, и что тут? Как тут? Как-то вот это Как-то это работало Чтобы давить? Да, наверное Давить сок Что-то тут делать В камне Откуда он тек? Куда-то он как-то, видимо, тек Не знаю Не понятно Ну, короче, да В общем, все текало Ну, это, видимо, модель какая-то Не очень полная Может быть Главное, что есть бочки Правда, пустые Литералка какая-то Терка Терка сканная Чем-то Сечки пензы Да Тереть большие пятки Так Фу, пылью пахнет Давненько там не было вина Да, да Чуть-чуть Идем смотреть, как растут бананы Дабы не ездить на банановую ферму И плантаться Нравится ему, да? И я только сегодня узнала Нужно было, чертова, кучу лет прожить Чтобы узнать, как растут бананы Вот так растут бананы Но самое главное Бананы-то не дерево Это трава Офигеть Живые бананы Какие такого Рилля Рилля Я такого никогда не видела Блин, ну вот еще Ветка Это офигеть Это очень прикольно Вот Класс О, а здесь вот еще большие Вот они тут Да, вот они побольше Но все равно еще зеленые Вот он, цветок бананы Цветок бананы Милый, подари мне цветок бананов Ну, видишь, они Так он неподъемный Этот цветок бананов Вот они вот эти вот цвета получаются И гроздь образуется Прикольно Вот это, получается, следующая гроздь бананчиков Да Ряды Ряды Прикольно А, вот зелененькие Да Вон они растут Кофе А, да Кофе 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 Ну, папайя, короче Ну, папайя прям нормальная такая А папайя, да, как надо Папайя, как папайя Жарная папайя Ну, та, спелая, да, наверное А папайя, это тоже трава? Не знаю Да, ну да Наверное, тоже трава, как банан Слушай, ну, маленькая, только папайя А папайя на каждой просто веточке А, она растет из этих А это кто? Это тоже папайя? Да, может, пахнет офигеть 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 У нас щавель похож Мята Да, кстати, похож на щавель Попперпер Фу, не могу выговорить, конечно, ногами Вот тут Всякие разные аптекарские огород Так, что здесь Пенни Ройл Минт Мелиса Какой-то гарденер, не знаю, что это Кубанский орегано Познакомьтесь Мы зашли в магазинчик с традиционными напитками И здесь вот делают какой-то ликер из бананов и платана Вот, что-то странное И здесь же делают знаменитое вино Малвазия О, красота Ну и что, добрались мы в Пуэрто-де-Ла-Крус Здесь бешеные волны Но Народ купается Они лазают по лестнице Но, по-моему, они О, реально ныряют Вот, блин, упоротые по-по-по-парне Обалдеть Городишко Санта-Крус И настоящие пушки Ой, она такая теплая, на ней сидеть надо Красивые, какие пушки делали Вообще обалдеть Смотрите, какие классные девайсы Продаются всякие компасы Барометры Сикстант даже есть Я, правда, не знаю, как им пользоваться Но есть Обалдеть Все, что хочешь Так симпатично выглядят И стоят, кстати, никаких-то космических денег А вполне себе нормально Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!